Всем привет! Меня зовут Кирилл Орешкин, и сегодня я постараюсь помочь вам разобраться в одной из главных загадок мира танков — как работает балансировщик. Задача балансировщика — подобрать каждому игроку, нажавшему кнопку в бой, команду. И не просто подобрать команду, а выполнить, казалось бы, взаимоисключающие требования. С одной стороны, ему надо обеспечить равенство техники, но с другой — подобрать разные команды и сделать так, чтобы итог боя был непредсказуем. И важно — игрок должен ждать в очереди минимум времени. Все игроки мира танков задаются одним вопросом — как же балансировщик это делает? Сейчас расскажем. Но перед этим отметим один важный факт — на многие параметры балансировщик вообще не обращает внимания. Балансировщик не учитывает национальную принадлежность танка, модули танка, орудия, башня, двигатели и так далее. Установленное на танк дополнительное оборудование и или снаряжение. Уровень прокачки экипажа. Уровень мастерства игрока. Учитывает же он следующее. Класс машин. Количество взводов, без учёта их силы и уровня танков. Уровень техники. Балансный вес техники. Балансный вес — это основная характеристика. Не разобравшись с ней, невозможно понять, как работает балансировщик. Тем более, что это скрытый параметр, который не отображается в описании техники. Балансный вес определяется базовым балансным весом уровня и множителем класса. Последний равен единице для ЛТ, СТ и ПТ. Для ТТ и Арт САУ — 1,2. Возьмём для примера тяжёлый танк ИС-3. Вес его уровня — 40. Множитель класса — 1,2. Поэтому балансный вес равен 48. Причём некоторые машины по своим характеристикам заметно отличаются от одноклассников. И чтобы уравнять составы команд, их балансный вес рассчитывается индивидуально. Классический пример таких нестандартных машин — светляки. Например, АМХ-13-90. Множитель класса ЛТ-8 равен единице, а базовый вес уровня — 40. Но этот танк приравнен к ТТ. Его балансный вес равен 48. Также стоит отметить, что все СТ, ТТ, ПТ и Арт САУ 9-10 уровней имеют одинаковый повышенный множитель — 1,2. Балансировщик не видит разницы между этими машинами, за исключением класса. Подробнее о принципах распределения танков по уровням можно узнать на форуме World of Tanks в теме «Балансировщик» и уровней боёв. Теперь перейдём к самому интересному. По нажатию кнопки «В бой» танк попадает в очередь ожидания. Всего существует 36 очередей. По три на каждой из 12 уровней боёв. В первой собираются команды для боёв в стандартном режиме. Во второй — для встречного боя. И для режима «Штурм» — в третий. Танк попадает во все очереди, подходящие ему по уровню боёв. В каждой из них подбираются машины сразу для двух команд. Для ускорения работы используются шаблоны. Как? Представьте ситуацию. Балансировщик только начал работу. Он собирает статистику по серверу и запоминает среднее количество игроков на каждом виде техники. Особенно важны следующие показатели. Среднее количество «Артсау», среднее количество «Светляков», среднее количество игроков во взводах. Через полчаса работы подводится итог. Допустим, в течение этих 30 минут на каждую команду в среднем приходилось по 4 тяжёлых танка. Для них будет зарезервировано по 4 свободных позиции с нужным балансным весом. Те же расчёты производятся и для всех остальных классов. Так и создаётся шаблон команды. С ним балансировщик точно знает, какую технику брать из очереди. Как следствие, игроки меньше ждут начала боя. Балансировщик постоянно следит, на какой технике заходят в бой и, если надо, вносит в шаблон изменения. Логичный вопрос. Как работает балансировщик в первые полчаса, пока шаблон не создан? Очень просто. Он работает без него. И если в игру войдёт очень много ПТ-шек, то балансировщик может создать бой с 8 или 10 ПТ-САУ в команде. Но после того, как статистика будет собрана, балансировщик поймёт, что это была случайность и в следующий раз соберёт сбалансированные команды. Теперь рассмотрим, как на основе шаблона создаётся команда. Первым делом набирается артиллерия. Общее число Арт-САУ на команду — не более пяти машин. Суммарный вес артиллерии одной команды не должен превышать суммарного веса Арт-САУ второй более чем на 20%, а количество — более чем на одну единицу. Вторыми занимают место светляки. Их количество отличается не более чем на единицу, а суммы балансных весов — не более чем на 30%. Это правило не распространяется на медлительные лёгкие танки, такие как «Валентайн», «АМХ-40» и так далее. Оставшиеся позиции заполняются в порядке уменьшения балансного веса. При этом первые пять строчек списка команд должны быть равны по уровню. Суммарные веса двух команд могут различаться не более чем на 10%. Последний пункт — взводы. Количество взводных игроков одной команды не может превышать количество взводных игроков в другой более чем на 3 человека. Как балансировщик определяет уровень боёв, в который попадёт взвод? Смотрит, какие танки входят в него, находит машину с самым большим балансным весом и дальше работает с ней. Взвод попадает только в те бои, которые подходят этому танку. Балансный вес остальных никак не учитывается. Поэтому Т-150 во взводе с Ляйх-трактором не сможет попасть в песочницу, как бы ни старался. Когда команды собраны, балансировщик проверяет соблюдение правил баланса и, если всё в порядке, отправляет машины в бой. Техника выходит из всех очередей, на её место приходит новая. Если правила не соблюдены, команды распускаются, и балансировщик снова пытается отправить эту технику в бой. Иногда в очереди оказывается слишком много однотипных машин. В таком случае балансировщик перестаёт собирать из них команды, пока состав техники не изменится. Причём замораживается только проблемная очередь. На работу остальных это не влияет. Чем дольше танк находится на сортировке, тем более настойчиво балансировщик пытается отправить его в бой. После минуты ожидания критерии отбора сильно смягчаются. Разница в балансных весах команд может увеличиться с 10 до 20%. На свободные места будут подбираться машины с максимально близким для данной строчки балансным весом. Именно из-за этого в некоторых боях бывают несоответствия по числу тяжёлых танков на топовых позициях или слишком большое количество ЛТ. Со второй минуты ожидания балансировщик получает право создавать неполные команды. Количество машин в обеих командах будет одинаковым. После пятой минуты на экране появляется сообщение, предлагающее выбрать другой танк. Игрока переносит обратно в ангар. Подведём итог. Основная причина отклонений в балансе в том, что в очереди есть игроки, которые долго не могут зайти в бой. Когда это происходит? Обычно в первые минуты после запуска сервера, на тестовых серверах, после обновления игры, на новых кластерах, а также сразу после техобслуживания. Количество таких боёв в первые минуты работы сервера может приближаться к 5%. Впрочем, даже на пике онлайна с балансом бывают проблемы. Обычно случается это во время акций, когда игроки выбирают однотипную технику. Но таких боёв не более 1%. И несмотря на все сложности, балансировщик справляется с работой. Силы команд равны, а игроки быстро попадают в бой. Балансировщик случайных боёв World of Tanks постоянно совершенствуется, но главное остаётся неизменным. Принцип равенства, разнообразия и непредсказуемости результатов боя. И именно поэтому победа в бою зависит только от навыков игрока, от его умения думать и принимать нестандартные решения на поле боя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова